Здорово! Победа против еще одного ковбоя, так? Понимаешь, о чем я? Энергия была сумасшедшая во Флориде. Люди так здорово меня поддерживали сегодня. И я чувствовал это. Поэтому увидели, что я сегодня наслаждался моментом в раздевалке, когда я разминался. Я был таким агрессивным. Я бил. Я был готов. И затем, ни с того ни с сего, я будто устал, и что-то изменилось. Я сфокусировался. Я стал спокойным, терпеливым. Я вышел и начал биться. Вот и все. Я дал поединку поглотить себя. И это страшная вещь, потому что я думаю, что иногда, когда ты бьешься с такой страстью, и бой идет, возможно, не так технично. Типа, случится может все что угодно. Он может выиграть. Я могу выиграть. Но, если ты зацикливаешься на технике, есть тоже вариант, что ты проиграешь. Так что нужно выходить и выкладываться. Именно это я сделал сегодня. Да, я... Я думаю, что бой с Дарреном Тилом это хорошая идея. Он вызвал меня из октагона. Теперь я вызвал его из октагона. Я думаю, это хороший материал, чтобы продвинуть бой. Этот бой имеет смысл. Раньше я не вызывал людей, которые идут после поражения. Но, знаешь, когда ты в топе, и рядом с твоим именем есть цифра, я хочу это место. Я хочу этот бой. Если это возможно, если нет, то я уверен, UFC наберут мне и предложат свои идеи. Уверен, у них есть имена на уме. Это то, над чем я хочу поработать по возвращению в зал, когда оппонент в нокдауне и пытается пробить апкик. Я не хотел, чтобы он поймал меня ногой в голову на какой-нибудь глупости. Так что я хочу отработать этот момент, как откидывать ноги в сторону и пробивать хорошие удары, и затем занимать позицию. Но когда мы были в клинче, я проводил тейкдауны. На близкой дистанции я хорошо поработал, и граунд и паунд был важным фактором в этом поединке. Так что я работаю над всеми аспектами, над общей картиной, а именно работа во всех областях, поиск этого баланса. И при этом я продолжаю жестко бить их, и этого чувака я бил очень жестко, но он крайне стойкий. Типа... Он пробил мне лоу-кик, я его чекнул, он повредил палец на ноге, затем он сделал это еще раз вроде, и его угловые просто вставили палец на место, он продолжил биться, так что... На таком высоком уровне парни стойкие, в том числе и я, я тоже принял хороший удар. его правая рука была длиннее, чем у кого бы то ни было, так что мы были на дистанции, я думал, что избегу удара. Он все равно ловил меня, но я внес необходимые поправки, и одержал победу, это главное. У нас в зале есть эти резинки, знаете, для тренировок, которые девчонки там натягивают себе на ноги, делают приседания и все в таком духе, и я решил сделать просто тупую шутку, не знаю, понятно, что это была глупость, но я накинул эту резинку себе на шею и начал опираться на нее, я ее достаточно натянул и типа пытался держаться, и через 2 секунды я вырубился, через 2 секунды напрочь, но я ведь этого не знал, правильно? И меня начало мотать в этой резинке, я ударился в железную балку и сколол свой зуб, и люди типа смотрели, такие, Майк, завязывай шутить, а я вишу. На видео этого правда нет, но Жакаре снимали в этот момент ESPN, он бьет по мешку, и моя девушка говорит, что он увидел меня, и он подбежал, схватил меня, снял оттуда, и он вместе с Аланом Нуджетом были там и типа разбудили меня, я пришел в себя и я думал, что я спал, и потом я понял, что, блин, я был в зале и делал эту идиотскую тему с шеей, это было глупо, и это дало мне понять, что, кстати, именно поэтому Жакаре теперь мой герой, он в буквальном смысле спас мою жизнь, я сожалею, что он сегодня не выиграл, но такова наша игра, всякое бывает, но я извлек хороший урок из этого случая, потому что раньше я испытывал огромный страх, выходя на эти бои, мои эмоции просто скакали, иногда я хорошо себя чувствовал, иногда нет, и этот случай показал мне, что у меня хорошая жизнь, у меня лучшая работа на земле, я выхожу и развлекаю людей, я при этом испытываю страсть к этому спорту, иногда я пытаюсь загасить эту страсть и биться технично, так что этот случай показал мне, что не стоит беспокоиться, потому что вне клетки, на тех же американских горках, даже в своей машине, ты можешь умереть в любой момент, это изменило тебя? Думаю, да, я думаю, изменило, я чувствовал себя потрясающе сегодня, и я, конечно, были моменты, когда я думал, чёрт, что-то не выходит, но я был более сфокусирован, и выступление было намного более взрослым. Спасибо всем. Респект Грегу Харди, сейчас он будет. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор 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 А.Егорова Продолжение следует... Я, честно говоря, понятия не имею, чего ожидают люди Знаешь, я занимаюсь этим два года и потихоньку развиваюсь У меня был спорный крайний поединок, определенные проблемы Так что половина людей думает, что меня снесут, что я ничего не умею Но правда в том, что я становлюсь настоящим бойцом, так что ожидания все выше и выше с каждым боем Я люблю любую реакцию фанатов, как я сказал, это притягивает Это зрелищно, это блестяще Это здорово осознавать, что кто-то тебя любит, кто-то ненавидит Кто тебя любит, кто тебя ненавидит Они хотят узнать тебя, встречаться с тобой, затусить с тобой Они хотят поиграться с моими волосами, длинными, красивыми Это веселое, потрясающее время и мне не терпится Окунуться в этот опыт, познакомиться с новыми фанатами и посмотреть, к чему это приведет Как я сказал, двигаемся дальше, я вернусь домой Проверю, что я здоров, начну тренировать свою физику, чтобы затем я мог спокойно работать в борьбе, в джиу-джитсу Майк говорит, у него синий пояс, у меня белый пояс, так что Мне предстоит многих догнать, мне нужно вернуться к обучению Потому что я должен доказать, я должен убедить вас, что я достоин остаться здесь Я думаю, что доказал, что достоин быть здесь Теперь я должен здесь закрепиться, это мой долг перед вами И я буду делать это с удовольствием Окей, вы крутые, ребят Привет, ребят Да, это, несомненно, крупнейший поединок в моей карьере И, естественно, я очень рад тому, что одержал победу Но я был бы даже больше рад, если бы смог финишировать его Но это пятираундовый поединок, и мы отбились все пять раундов Так что это дает мне много материала для изучения и для дальнейших улучшений Я думаю, многие люди недооценивали меня И люди думали, что я принял этот поединок с настроем Типа, ну попробуем, выйдем, вдруг получится Но это было не так Я выходил на поединок с уверенностью, что превосхожу его И я думаю, что доказал это сегодня Я думаю, что теперь они должны говорить обо мне Когда уже Джек получит титульник Что ему необходимо сделать, чтобы биться за пояс Именно это меня интересует И именно это я спрошу UFC Что я должен делать? Кого мне нужно побить? Может, этого или этого парня? Тогда дайте мне его Я его побью и выйду на титульник Я знал, что бой у меня в руках Но я не хотел доводить бой до решения судей Пять раундов, это ужасно Я был таким уставшим, я хотел поскорее закончиться всем этим Знаешь, мне тренера говорили Окей, Джек, в этом раунде ты будешь держать дистанцию А я думаю, нет, ни в коем случае Я повалю его, я хочу быть сверху Я не хочу бегать, не хочу танцевать Я устал Я хочу покончить с этим Так что я выбросил пару тяжелых ударов И попытался повалить его Учитывая, что я по сути спас этот карт Принял поединок на коротком уведомлении Я думаю, что должен получить определенное вознаграждение За это Но знаете, я хочу биться с лучшими Когда я доберусь до титульника Я хочу, чтобы все, все фанаты Действительно считали, что я заслуживаю этого Потому что, когда я возьму титул Я хочу, чтобы люди верили, что я лучший и не меньше Спасибо всем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!